Всем самого доброго времени суток! Меня зовут Татьяна Ларина. Приглашаю вас погостить в деревеньке. Никакая погода нам не страшна. И сегодня вы увидите. Чтобы определить направление сторон света по часам, необходимо часовую стрелку направить на солнце. Направляем на солнце. И угол между ней и цифрой 1 мы делим пополам. Делим пополам. Находим цифру 1. Соответственно, линия деления у нас будет показывать точно на юг. Деревенька знает, что делать, если вы отправились на тихую охоту и заплутали. Работаем мы 8 часов, стандартный рабочий день. Работать весело, интересно. Все ребята, все друг друга знаем. Хорошо все проводим время. Замечательно делаем то, что от нас требуется. Прекрасная возможность. Песня помогает строить, жить и зарабатывать неплохие деньги. Еще не поздно записаться в студотреб. Самый больший урожай, который я сняла, было 30 ведер. В этом году, конечно, того не будет. Но ведер 15, я надеюсь, может чуть и больше будет. Отборный урожай при любой погоде. Воспользуемся советами опытной дачницы. Итак, дело за малым подождать, пока погода станет лучше и аграрии продолжат работу на полях. Говорят, в этом году созрел неплохой хлеб. И на запланированную цифру 1 миллион 460 тысяч тонн зерна выйти должны. Но главное не цифры, а качество уборки. Кировский район хоть и южный, но к намолоту хлеба в этом году приступил позже. А как зерно созрело? Жатва началась на рапсовых полях. А только установилась погода, за штурвалом комбайнов проводим до 12 часов в день, говорят механизаторы. Первый день немного плоховато было, а сейчас хороший урожай. Погода хорошая. И несложно. Есть зерно, значит будем убираться. С 75-го года я на уборке участвую. Это уже почти 40 лет в Буэнске. Средняя урожайность рапса по области 19 центров с гектара. В колхозе расцвет имени Орловского до 30. Ребята знают, за что работают. Поэтому у них и есть желание работать, убирать. В пределах 15-20 миллионов они заработают, если, конечно, нас хлеб не подведет и будет урожать на уровне хотя бы прошлого года. Сушильный комплекс работает круглосуточно, говорят в Кировской сельхозтехнике. На полях предприятия также хороший урожай этой масличной культуры. Поставляем этот рапс на две точки. Первое – это комбинат с левопродуктов. У нас там есть государственный заказ. И второе – это в Химах есть такой завод по переработке масличных культур. Мы туда возим рапс согласно договора, тройственного договора, который мы оплачиваем за первоначальный взнос, за оборудование подаренному залу нашей новой фермы, которую мы строим. Не секрет, что для водителей и комбайнеров жатва – самая горячая пора. Как ушел с утра на работу, так и до позднего вечера. Но дело того стоит. Николаю Корловскому пришлось в детстве ходить в школу за 5 километров. Еще ребенком он мечтал – вырасту, стану водителем, чтобы не наматывать километры пешком, а ехать с комфортом. Так и получилось. Николай за рулем с 85-го года. Могилев райагропромтехники – 11 лет. Каждый день работы хватает, особенно сейчас, в самый горячий сезон. Сейчас начали уборку хлеба. То есть пришлось быстро перестроиться. И как бы сейчас убираем трапс. А вчера уже начали убирать чиницу. Сколько тысяч километров проехал – не считает. Есть ради чего и кого работать. В прошлом году во время уборочной так поднапрягся, что дочери на свадьбу хватило. Сейчас вот младшего учит – сын планирует пойти по стопам отца. Все хотят побольше молока и мяса. Но как их получить без современных ферм? На неделю в деревеньку Бель Кричевского района съехались все те, на ком лежит груз строительства, чтобы поговорить о проблемах и поделиться опытом. Принимать гостей в нашей глубинке этому мастерству и учиться не нужно. А вот чему действительно нужно поучиться, так это вести хозяйство. И раз уже на примере новостройки, так и в первое замечание проектировщикам. Ну и представьте себе вот эту створку, которая крепится на ветру вот этим крючком. Вот он подъедет, одну створку должен закрепить, вторую створку, и потом начинает трогаться. Борыв ветра, этот крючок отскакивает, и в результате этой створкой бьет или по трактору, или по кормосмесителю. Новый молочный товарный комплекс в Белии строят не первый месяц. Много недоработок. Сварочный шов замазали краской. Вентиляция не везде работает. Доски под крыши как-то подозрительно прибиты. Руководитель области делает замечания. И коровки, и человек могут пораниться. Такая бдительность к мелочам не случайная. И кто рассчитывает, мол, далеко от Могилева не заметят, ошибается. Но не тяплят, не делая скидку на то, что это молочно-товарный модуль. Поэтому в деревне Бель делает действительно на совесть, в части того, что здесь потом мы должны получать качественное молоко и получать то количество, которое важно. Ну, то есть 3,5 тысячи тонн молока в год с одного вот такого модуля. Учли и ошибки. Трансформатор теперь на территории комплекса. Не нужно дополнительно охранять. Да и водонапорная башня всего в 30 метрах. В случае чего можно заправить машину пожарную. Но это далеко не остров в океане, а лишь цепочка целого звена модернизации. И начали её с кормозготовки. В этом году область обновила машины парк на более чем 300 единиц техники. В поле даже премьера состоялась. У нас появились комбайны, которые стали сенаж в плёнку заворачивать. Быстро и без потерь качества. Кстати, кормов на заготовили уже в 2,5 раза больше планов. Так что кормить будет, чем бурёнок. И про кадры не забыли. Сегодня я подписал письмо на премьер-министра в части в Белорусской государственной сельхозакадемии. Там мы высказали с помощником президента по Могилёвской области Лавренковым Геннадьим Михайловичем в ряд своих соображений. Количество современных молочно-товарных комплексов уже в этом году достигнет 124. И всё ради миллиона тонн молока, который планируют получить от бурёнок в Могилёвской области уже к 2015 году. Да уж, важно, чтобы погода не вмешивалась ни в планы строителей, ни в планы аграрии. Но дождик, кажется, уже закончился. А на очереди в нашей программе рубрика «Агрогит». По данным Могилёвского области, сельхозпрода на начало года в хозяйствах региона оставались вакантными 570 мест специалистов различного звена. И хотя в сравнении с 2012 число их сократилось на 100 единиц, всё равно дефицит кадров, особенно зоотехников и ветеринаров, остаётся довольно высоким. В области разработан и реализуется комплекс мер, призванный до 2016 года заметно улучшить ситуацию с кадрами на Сирии. Цех глубокозаморозки Глузского райпо готов прибавлять в объёмах продукции. Уже есть предложение поставлять мороженую ягоду на предприятие переработки для производства фруктов. Наполнители йогуртов ранее они импортировались. Поэтому появилась возможность поучаствовать в программе импортозамещения. Польские переработчики готовы закупить в больших количествах лесную ягоду, также в производственных целях. А от возможности заработать валюту ещё никто не отказывался. Лесхозы Беларуси планируют увеличить в этом году объём заготовки мёда почти в полтора раза. Планируется произвести 100 тонн товарного мёда. В настоящее время в лесхозах насчитывается без малого 9 тысяч пчелосемей. Путём укропнения имеющихся пчелопасек и создания новых к 2015 году запланировано довести количество пчелинных семей в целом по отрасли примерно до 100 тысяч. Лето для студентов – традиционная пора, начало карьеры, заработка и новых знакомств. Поэтому деревенька не удивлена, что всё больше молодёжи предпочитают возможность заработать, возможность отдохнуть. Нынче на Могилёвщине действует 168 студотрядов, где работают более 2,5 тысяч студентов. Максим Ковалёв в стройотряде – свой человек. За 4 года на строительстве жилых домов и благоустройстве территории признаётся, получил немалый опыт. Тем более по своей специальности – промышленное гражданское строительство. Мы работаем по специальности, осваиваем ту работу, которую мы будем управлять. Мы уже четвёртый год подряд ездим в стройотряд. Это интересная очень работа. Кроме того, что получаешь бесценный опыт ещё, плюс получаешь деньги неплохие за свою работу. А если рядом друзья, тогда и работа спорится. Все одногруппники. Я набрал всех со своего потока, чтобы был приятный коллектив и было удобнее работать. Всех знаешь, все пациенты хорошие. Рабочие руки сегодня востребованы в строительных, педагогических, сервисных отрядах. Традиционно молодёжь работает на значимых для региона объектах. Приоритетное направление – строительство молочно-товарных ферм. На их строительстве задействовано 84 студотряда. Заработок за месяц напряжённого труда обещают неплохой – до 5 миллионов рублей. Поэтому работают старательно. Владислав, к примеру, в студотряде первый год. Нынче на реконструкции улицы Пионерской в Могилёве. Парень считает ещё пара-тройка таких семестров и на машину насобирает. Работаем мы в 8 часов, стандартный рабочий день. Работать весело, интересно. Все ребята, все друг друга знаем. Хорошо, всё проводим время. Замечательно делаем то, что от нас требуется. Прекрасная возможность. Здесь все мои одногруппники. И есть даже с параллели однокурсники. Нам здесь весело. Это самое лучшее, что можно было придумать в замене практики. И плюс ещё мы заработаем. Проводим хорошо время. Отдыхаем, работаем. Иногда трудно, иногда весело. В студотряде можно освоить и новую специальность. Набор молодых людей в штабах ведётся постоянно. Так что заработать летом ещё не поздно. Любой молодой человек может обратиться в Белорусский специалист молодёжи по месту жительства, по месту учёбы, и также в учреждения образования, в котором он обучается. И поинтересоваться насчёт вакансий. Также у нас информация размещена на сайте, на нашем. Для тех ребят, которые приходят непосредственно в штабы трудовых дел, обращаются в организацию. Им необходимо написать заявление, выбрать тот студенческий отряд, тот по тому профилю направления работы, который ему ближе, определиться со сроками, пройти медкомиссию. И, в принципе, он может приступать довольно быстро к работе. Рабочий семестр 2013 продлится до 30 сентября. До этого времени планируется трудоустроить 11 тысяч молодых людей. В принципе, поработать в садряде можно и во второй половине года. Главное желание и свободное время. Ягодки, грибочки любят все, но, собирая дары леса, не стоит терять бдительность. Заблудиться в лесу может каждая. Деревенька решила выяснить, как вести себя в случае, если вы заблудились. Ну, это, конечно, помимо того, что вы будете кричать «Люди! Ау!» Тех, кто отправляется на тихую охоту, частенько и самих приходится искать в лесу. Сейчас, конечно, не средние века, и заблудиться в лесах Могилевщины не так просто, но случаи бывают. Деревенька решила узнать, как нужно готовиться к походу в лес, чтобы потом не стать главной новостью дня. Собираясь в лес, нужно предупредить близких, куда вы собираетесь, в какой именно лес и сколько вы собираетесь там находиться. Не стоит ходить в лес одному. Особенно это правило обязательно для тех, у кого могут быть проблемы со здоровьем. Обязательно полностью зарядите мобильный телефон. Ни в коем случае не одевайте камуфляжную форму, только яркую одежду. Детям на шею стоит повесить свисток. Но если вдруг вы все же заблудитесь в трех соснах, не паникуйте, внимательно слушайте и идите на звук транспорта или лай собак. Если и с этим ничего не получается, есть несколько других решений. Все мы прекрасно знаем, что мох на деревьях растет с северной стороны, а муравейники с южной. Однако не исключено, что мох и муравьи плохо знают географию и неправильно могут располагаться на дереве. Это связано с тем, что этот признак характерен только для деревьев, стоящих на открытом месте. Если дерево стоит в лесу, как, допустим, вот это, мох будет здесь расположен со стороны, которая наиболее затемнена. В данном случае... То есть это не север там? В данном случае это у нас южная сторона. Север у нас находится там. Ориентироваться по мху на деревьях можно только на открытые местности, разъясняют специалисты. Также вам на помощь придут часы со стрелками. Чтобы определить направление сторон света по часам, необходимо часовую стрелку направить на солнце, направляем на солнце. И угол между ней и цифрой 1 мы делим пополам, делим пополам, находим цифру 1. Соответственно, линия деления у нас будет показывать точно на юг. Если погода не позволяет определить нахождение солнца, не стоит теряться. Направление северо-юг, запад-восток можно определить в лесу по квартальным просекам. Они располагаются во всей Беларуси с севера на юг и с запада на восток. Располагаются они, как правило, через 500 тысяч метров и выйдя на одну из них. Легко и просто можно будет выйти к населенному пункту либо же к дороге, которая выведет вас к дому. То есть нуждать по чечёбе не получится. Да. Все леса у нас поделены на равномерные относительно участки. Если идти вдоль просеки, обязательно выйдите к населенному пункту или дороге. И тут могут пригодиться деньги, чтобы доехать домой. Так что карманная тихой охоте не помеха. Всегда приятно встречаться с теми, кто болеет своим урожаем. Ещё весной деревенька побывала в гостях у Татьяны Моисеенко. Тогда дачница со стажем рассказывала о секретах посадки томатов. И вот теперь пришла пора собирать урожай. Налились ли соком помидорки, в посадке которых участвовала наша съёмочная группа, сейчас и узнаем. Напомним, весна 2013. Татьяна Моисеенко высаживает томаты в любимой тепличке. Такими они были, а вот такими стали. Как удаётся хозяйке вырастить такой отменный урожай? Смотрите, как у меня в парнике сухо. Видите, какой у меня песочек. В песочек влажности нет, должно быть. Я томаты не обрабатываю от фитофоры. То есть обязательно проветривание хорошее. И я покажу, какой у меня полив, как я поливаю свои помидорки. Для начала сделаем лунки. Далее подготовим специальную питательную смесь для полива. Я беру, настаиваю коровичок. У меня настоян тройной коровичок. Значит, куриная. Ведёрка куриного я взяла, ведёрка коровьего. И ведёрка конского коровяка. Бочку залила водой. Оно у меня бродит. Вот я по весне это сделала, и у меня хватает раз-две недели. Поливать нужно очень аккуратно, чтобы вода не выходила за границу лунки. Лишняя сырость в теплице совершенно ни к чему. Налили под кормочку. Сейчас оно это всё пройдёт. Я по всему парничку вот так иду. Полила сначала под кормочкой. А потом я беру чистую водичку. А не это всё пойдёт. И опять чистенькой водичкой их ополаскиваю и засыпаю. Второму раз? Да, чистой водой. Когда мастер-класс позади, интересуемся, какие сорта томатов предпочитает хозяйка. Оказывается, её фаворит – сорт портленд гибрид F1. Некапризный и очень урожайный. Самый больший урожай, который я сняла, было 30 ведер. В этом году, конечно, того не будет. Но ведер 15, я надеюсь, может чуть и больше будет. Этот сорт чем ещё хорош? Значит, вот я покажу вам на примере. Вот кисть. Смотрите, три помидорки. Раз, две, три, четыре. Не выросли. Значит, как только я снимаю эти, вот эти идут в рост помидорки. И осенью, если зайти в сентябре, у меня опять весь парник помидорочков вот таких. А вот эти пузанчики носят название «Сто пудов». Такой же вот сорт, он наподобие, немножко только крупнее – пузата хата. Вот, очень красиво. Посмотрите, какие кисти красивые, огромные помидорки. Вот они, вот они уже начинают зреть. Помидорочки наши, вот красавицы какие. Я этим сортом довольна. Я первый раз только в этом году садила. Татьяна, не поспоришь, помидоры действительно красавцы. Но это только кажется, что вырастить их просто. Нужно запастись не только терпением, но и шнурками. Вы же посмотрите, сколько подвязать. Сначала подвязываю пасынки, потом подвязываю кисти. Кисть ломается, вы же видите, вот у меня где. Вот, все кисти, потому что она здесь переламывается, питание не идёт, в рост помидорки не идут. Поэтому, вот, видите, всё в шнурках у меня, всё, видите, всё завязано. Зато как приятно, когда на столе урожай вот таких красавцев. Приятного аппетита! Одним словом, всем хорошего, богатого урожая. Пусть ваши закрома всегда будут полны, а самое главное, пусть всегда рядом с вами будут те, кто сможет всё это съесть. С вами была Татьяна Ларина. До встречи в деревеньке! Субтитры создавал DimaTorzok